Всем привет! Меня зовут Мила и сегодня на своем канале я хочу сделать обзор продуктов от бренда Dr. Spiller. Этот бренд относится к космоцевтике. И я увидела эффективность этого бренда. Он со мной на протяжении уже лет 5-6. И эти продукты, которые я продемонстрирую сегодня, мне назначал косметолог в различный период времени, когда у меня были различные запросы. Он мне помог справиться со взрослым акне. Последний мой уход был нацелен на уход от пигментных пятен. Также могу показать уход для нормальной комбинированной кожи лица. И будет также обзор общих продуктов, таких как шампуни, патчи для глаз. И сегодня видео будет насыщенным. И всем, кому интересно, продолжайте смотреть это видео. Начну я свой отзыв с очищения. И у меня это гель для умывания. Aloe Sensitive Cleansing Gel. И пенка для кожи лица из серии HydroMarine Cleansing Foam. А что касается геля для умывания. Как видно из названия, он основан на экстрактах алои. Подходит для всех типов кожи. Для чувствительной, для жирной, для комбинированной. И могу сказать, что это мой любимчик среди очищающих гелей для кожи лица. И он со мной на протяжении длительного времени, несмотря на то, что я тестирую различные продукты. Этот гель всегда со мной. Для меня он универсальный. И все другие я сравниваю именно с ним. Он легкий, он эффективный. Он имеет ненавязчивый запах. И действительно очень качественно увлажняет. И очищает. Могу точно его рекомендовать. И точно могу сказать, что вы не пожалеете о его приобретении. Второй продукт, который есть у меня для очищения кожи лица. Это Cleansing Foam. Пенка для умывания. Из серии HydroMarine. Эта пенка предназначена для мужского типа кожи. Однако я все-таки могу сказать, что она универсальна. На самом деле я не пользуюсь пенками в ежедневной жизни. Поэтому мне сложно сравнивать ее с другими. Но если сравнивать вот эти два продукта. Конечно гель для умывания это более эффективное средство. А пенку, когда я ее покупала, я ее использовала именно утром. Потому что утром вам не надо снимать, например, мейкап. Или загрязнение вечернее. Когда кожа целый день пребывала на улице. Она очень легкая. Она эффективная. И если умываться ее утром, она точно справится со своими задачами. Еще один продукт, о котором я хочу рассказать сегодня. Это увлажняющая сыворотка от бренда Dr. Spiller. На основе гиалуроновой кислоты. И особенностью этой сыворотки является то, что она действует не только на верхние, но и на срединные слои кожи. Это однозначно одна из лучших сывороток, которые я пробовала. На основе гиалуроновой кислоты. Мне она очень понравилась. Она имеет жидкую текстуру. Она не оставляет липкой пленки. Она быстро впитывается. Однозначно могу ее рекомендовать для применения. Довольно интересная продукта от бренда Dr. Spiller. Это гели для лица. Их скорее можно отнести к сывороткам. Вернее, они ближе к сывороткам, чем к кремам. Поскольку в своем составе, как правило, не содержат липидов. Первый это алоэ вера гель. И он предназначен для увлажнения кожи, для жирно-комбинированной кожи. И его можно наслаивать на сыворотку, но он используется перед нанесением крема. И второй гель это Renazel Lactal Active Substance гель. Я обязательно укажу название. И этот гель, он также увлажняющий. Также его используют перед нанесением основного ухода, крема. Он подходит для всех типов кожи, но больше разработан для чувствительной кожи. И несмотря на то, что он обладает увлажняющими свойствами, он также активирует свойства кожи воспринимать другие продукты. И почему я рекомендую, чтобы вам продукты назначал косметолог? Потому что только косметолог видит эту небольшую, но очень важную разницу между, казалось бы, типовыми продуктами. Еще один гель, который я хочу показать, это гель на основе АХ-кислот. И мне он был назначен косметологом для борьбы с пигментными пятнами. Ими я пользовалась после применения тоника на основе фруктовых кислот, которые также в своем составе содержат АХ-кислоты. И именно эти два продукта были куплены только после того, как их назначил косметолог, поскольку они очень сильные, они эффективные. И если их принять неправильно, то можно, конечно же, навредить вашей коже. Их, эти два продукта, я использовала в зимний период. И как только наступила весна, я все-таки прекратила их использование, поскольку есть вероятность того, что вы можете навредить своей коже. Я просто их отложила вновь на осенний-зимний период. Но в целом, после применения этих продуктов, мой косметолог отметил улучшение на коже. И я могу говорить об их эффективности. Продуктами с АХ-кислотами я пользовалась в вечернее время. В утреннее время я использовала вот такой эликсир из линейки Хидромарин. Это увлажняющий крем. И несмотря на то, что с наступлением весны я остановила использование продуктов с АХ-кислотами, этот крем является нейтральным, им я продолжила пользоваться. Даже утром сегодня наносила именно его. Он нейтральный, он легкий, он приятный, он увлажняющий. И его я использую на ежедневной основе. И рада, что он появился в моей линейке. Еще один серум, который относится к гелям, называется Herbal Active Complex. И он предназначен для жирной, чувствительной, комбинированной кожи. Кожа, которая склонна к акне. И как раз в период, когда у меня была взрослая акне, мне назначили это средство. Это легкая эмульсия, либо легчайший крем. И его я наносила под крем. Это тот продукт, который не содержит в себе липидов, который никоим образом не утяжелит вашу кожу. И он успокаивает раздраженную кожу. Он обладает увлажняющими свойствами, успокаивающими, регенерирующими и даже дезинфицирующими свойствами. То есть это невероятно прекрасный продукт для того, чтобы помочь вашей коже пережить такой вот не совсем приятный период. ЖЖБА пилинг крем. Это продукт, который относится к категории универсальных, подходит для всех типов кожи. Это эксфолиант, однако он основан на натуральных ингредиентах. Он невероятно мягкий и он не царапает кожу лица, как можно сказать о других эксфолиантах. Это тот продукт, который со мной тоже на протяжении очень длительного времени. И если я вижу, что он заканчивается, я обязательно его перезаказываю для того, чтобы у меня был он в наличии. Для меня он пахнет фиалкой. Он обладает прекрасным ароматом. И его наносят на очищенную кожу лица, слегка увлажненную, массируют кожу, оставляют на некоторое время для воздействия и потом смывают теплой водой. Этот продукт, несмотря на то, что он очень мягкий по использованию, при этом я могу сказать, что он эффективный. В моем арсенале довольно много эксфолиантов, поэтому я точно могу сказать, что это продукт, который работает. Именно по этой причине я его заказываю вновь и вновь. И после его применения кожа чувствует себя свежей, обновленной и действительно очищенной. Также хочу рассказать о масках от бренда Dr. Spiller. У меня их 4 и в целом могу обобщить, что маски являются лечебными. Мне очень понравились маски от бренда Dr. Spiller. Они эффективные. И начну с маски под названием Hairwell Mask with Aloe. Эта маска предназначена для жирной и проблемной кожи. И действительно, когда у меня кожа была с высыпаниями, я пользовалась этой маской. И в отличие от многих, она не сушила кожу лица. Она как раз нормализировала выделение сальных желез. Кожа после ее использования была бархатистой, ухоженной. И могу сказать, что рельеф кожи выравнивался. Этот продукт, он был хорошим помощником в уходе за проблемной кожей лица. Я видела ее результативность и точно могу ее порекомендовать для применения в случае, если у вас есть высыпание. Следующая маска под названием Fresh and Fruit Moisturizing Mask. Несмотря на то, что это увлажняющая маска, но также из-за обилия фруктовых кислот и вытяжек, это маска, которая невероятно освежает кожу лица. А если ваша кожа лица тусклая, если вы хотите возобновить цвет, если вы хотите сделать ваше лицо свежим, однозначно рекомендую ее для применения. Эта маска имеет гелевую текстуру. И для того, чтобы она была еще более эффективной, перед применением ее рекомендуется охладить. Еще одна маска под названием Sinsicura Cream Mask. Эта маска предназначена для успокоения раздраженной кожи. И ее больше используют в салонах после каких-то активных процедур, когда вам необходимо снять покраснение. В таком случае эта маска работает. Она действительно эффективно справляется с тем, чтобы привести вашу кожу в норму, с тем, чтобы снять какие-то покраснения на коже лица. Я в ежедневной жизни ею скорее не пользуюсь, поскольку я не делаю каких-то активных процедур дома. Но я знаю, что эта маска очень часто используется именно в салонах. И как раз косметолог мне ее рекомендовала для чувствительной кожи лица, которую необходимо успокоить. Еще одна маска, которую я хочу показать сегодня, это With Germ Cream Mask. Это маска на основе зародыша пшеницы. И эта маска является уже питательной. Несмотря на то, что она питательная, она также обладает увлажняющими свойствами. То есть кожа лица после ее применения не стягивается. Ее я использовала в период постакне, когда мне необходимо было выровнять кожу. И также она прекрасно выравнивает тон кожи. То есть она относится к категории лечебных масок. Я увидела ее эффективность. И мне она точно понравилась. И если она вам подходит по назначению, то рекомендую ее попробовать. Для вечернего применения я попеременно пользуюсь кремами. От бренда Dr. Spiller. Один из них витамин С+, ночной крем. И второй из них витамин А, ночной крем. И несмотря на то, что один из них предназначен для жирной, второй для сухой кожи. Тем не менее, они оба мне подходят для комбинированной кожи. И назначены косметологом. Эти крема борются с первыми признаками старения. Они убирают мелкие морщинки. И в зависимости от того, какого эффекта вы хотите достичь. Либо подсветить, освежить вашу кожу. В таком случае лучше покупать крем с витамином С. И если вы хотите избавиться, например, от пигментных пятен. Помочь себе в этом. Хотя у Dr. Spiller есть более специализированные средства. Но вот этот крем, он также нацелен на выравнивание осветления тона кожи. Тогда лучше использовать крем с витамином А. Для дневного применения, если я не пользуюсь увлажняющими кремами. Я пользуюсь кремом с витамином А. Это версия Light. Это означает, что в его составе меньше липидов. И он менее жирный. Если им пользоваться. Для моей комбинированной кожи версия Light подходит больше. Мне нравится тем, что таким образом ночной крем усиливается дневным кремом. И вы в комплексе решаете ваши проблемы первых признаков старения. Он также борется с мелкими морщинками. И также улучшает тургор вашей кожи. В постепенной жизни я большое внимание уделяю увлажняющим кремам. Особенно в утреннем уходе. И у меня два увлажняющих крема, которые я хочу показать. И в период, когда я не использую какие-то специализированные средства. Например, для борьбы с первыми признаками старения. Или для борьбы от пигментных пятен. Я пользуюсь увлажняющими кремами. И первый из них это Aloe Day Cream. И это не Light версия. Несмотря на то, что у него текстура слегка плотновата. Тем не менее, я не могу назвать его жирным. Он очень приятный в использовании. Это точно тот крем, к которому я буду обращаться вновь и вновь. Им лучше пользоваться в осенний, зимний, весенний период. Потому что он слегка плотноват по своей текстуре. Но по своему применению, после того, как вы нанесли этот крем, кожа чувствует себя увлажненной. И вы словно чувствуете, как она напитывается влагой. Мне очень нравится этот крем. Точно могу его рекомендовать. Так как у этого крема Aloe Day Cream нету Light версии. То я приобрела крем с Азуленом. Азулен Cream Light. Это как раз увлажняющий крем. Он очень легкий в своей текстуре. Он легчайший в применении. И им я уже пользуюсь. Особенно в летний период. Он имеет облегченную текстуру. И, конечно, он невероятный. Как по аромату, так и по цвету. К нему у меня вообще нет нареканий. Один из моих любимых кремов для кожи лица. Для базового увлажнения. В период, когда у меня были высыпания в качестве дневного крема. Я пользовалась кремом с экстрактом прополиса. Он называется Propolis Day Cream. И он действительно предназначен для жирной комбинированной кожи. Для кожи, которая гиперчувствительна. Он не обладает большим количеством липидов. Не могу сказать точно, есть ли здесь липиды. Но в любом случае, даже если они есть, то их количество очень ограничено. Потому что он невероятно легкий. Он практически невесомый. При этом он хорошо увлажняет вашу кожу. И всем известно, что жирной комбинированной коже нужен дополнительный уход. Нужна влага. И это тот крем, который как раз решит вашу задачу. Еще один продукт из категории универсальных. Это крем. Под названием Neck & Decolite Cream. Он предназначен для борьбы с первыми признаками старения в области шеи и декольте. И скажу честно, что подобных продуктов в моем арсенале не было. Не могу его сравнить с другими продуктами. Могу просто описать его свойства. Могу сказать, что это довольно плотный продукт. Но при этом он хорошо распределяется по коже. Он не чувствуется после его применения. Не оставляет за собой пленки. И буквально через минуту вы можете уже надевать на себя одежду. Он не оставляет следов. Все-таки он более плотный, чем те продукты, к которым я привыкла на ежедневной основе. И таким образом я его тестировала, тестировала. И практически он у меня уже завершен. То есть это говорит о том, что так или иначе рука к нему тянулась. И если говорить про его эффективность, то конечно его нельзя сравнить с каким-то более серьезными манипуляциями. Но все-таки каким-то поддерживающим эффектом однозначно этот крем обладает. Еще два продукта из категории универсальных, которые подходят для всех типов кожи. Это масла. И одно из них для кожи лица и второе для тела. Для кожи лица масло называется алоэ вера авокадо витамин с витамином Е. И это масло предназначено для увядающей кожи. Для кожи, которая борется с первыми признаками старения. Это уже дополнительный уход. Это масло можно смешивать вместе с кремом. Либо я наношу поверх крема похлопывающими движениями, растирая его предварительно в руках. Как видно у меня масло закончилось. Но тем не менее планирую его сказать еще. Пользуюсь другими. Мне оно понравилось. Мне понравилось тем, что у него очень легкая, даже облегченная текстура. Оно не утяжеляет вашу кожу. И поэтому я точно могу его рекомендовать. Что касается масла для тела. Это не первая моя упаковка. Мне нравится тонкий восточный аромат, которым оно обладает. И масло для тела я также смешиваю с молочком для тела. И уже его равномерно распределяю по коже. На самом деле вы тоже можете смешивать в удобных для вас пропорциях. У меня молочка, наверное, чуть больше, чем масло. Иногда наношу его без молочка. Приятный аромат, приятная текстура. Тоже буквально через минутку, 2-3 уже можно одеваться. И оно не оставляет каких-то пятен на одежде. Еще в арсенале моих продуктов есть шампунь и бальзам для волос. Под названием Hair Treatment with Collagen и Hair Shampoo with Collagen. Эта линейка продуктов предназначена для укрепления ваших волос и для придания блеска. Однако могу сказать, что в моем случае мне не подошли эти шампуни и кондиционер. Поскольку они слишком очищают волосы и после их применения они начинают путаться. Это не означает, что я не могу рекомендовать эти средства. Это означает, что именно для моих тонких волос эти продукты не подошли. Я думаю, что они скорее подойдут для волнистых волос, для волос плотных по своей текстуре, для тяжелых волос. Думаю, они как раз сработают в полной своей силе. Для тонких волос все-таки я не могу порекомендовать эти два продукта. Также могу рассказать о патчах для кожи вокруг глаз. И эти патчи, как вы видите, упакованы по раздельности. То есть они не как многие корейские продукты в контейнере. И вы открываете этот контейнер и берете эти патчи. То есть они удобны для хранения, для применения. Это продукт, который снимает следы усталости, который освежает кожу вокруг глаз, придает сияние, тонус. И ими я чаще всего пользуюсь тогда, когда я хочу освежить эту область в зоне вокруг глаз. А также мне кажется, что слегка снимает синяки под глазами. Особенно если они вызваны следами усталости. Точно могу их порекомендовать для применения. Они универсальные. Они наносятся на 15-20 минут. Я их предварительно охлаждаю в холодильнике. И таким образом их эффективность все-таки проявляется выше. Если подвести итоги, то вы видите, что в моем арсенале действительно огромное количество продуктов от бренда Dr. Spiller. И этим брендом я пользуюсь на протяжении уже длительного времени, лет 5-6. И на протяжении этого времени моя состояние, моя кожа менялась. Я увидела эффективность этих продуктов. Более того, я все-таки могу сказать, что по сравнению с другими брендами, ценовая политика не завышена. Она довольно адекватная. А эффективность даже превышает ожидания. Однако, я бы рекомендовала воспользоваться услугой косметолога для подбора линейки, именно подходящей под ваш тип кожи. Еще могу отметить, что продукты от бренда Dr. Spiller имеют накопительным действием. И все-таки необходимо какое-то время постоянного применения для того, чтобы вы увидели эффективность. Но по тому, что продукты обладают невероятным количеством положительных отзывов, могу сказать, что не я одна действительно поклонница этого бренда. И могу смело рекомендовать вам попробовать что-то из этих продуктов. Надеюсь, что мой отзыв был полезным для вас, интересным, информативным. И буду рада, если вы также поделитесь теми продуктами, которыми пользуетесь вы, которые являются в вашем уходе бестселлерами. Спасибо за просмотр и до новых встреч! Продолжение следует...